Два дня работала в Центральной районной библиотеке выставка «Цветы и ангелы. Небесное создание», организованная цветоводами клуба «Флора». Два дня могли солигарчане побывать в обители ангелов, где светло и уютно, где растут фиалки и цветут стены и потолки рукотворными цветами, где красота и очарование момента дарят радость общения с миром детства, где сама атмосфера снимает напряжение рабочих будней и дарит надежду на чудо. Данная выставка проходит в рамках проекта «Построим храм вместе». Имеет свою благотворительную направленность. И данная выставка организована руками членов клуба «Флора». Красота, доброта, семья. Любой храм, он от нас. Если мы будем предкладывать в первую очередь свои женские усилия, то будет крепким семья, будет крепким дом. Наши дети будут расти в любви, согласии в мире. И всем нам на земле, в том числе и мужчинам, будет жить лучше. Рабочий ангел-хранитель был преподнесен председателю районного совета депутатов Лидии Клишевич после церемонии торжественного открытия выставки и внесения взноса в благое дело строительства храма. «Построим храм вместе». Именно под таким девизом проходила выставка, ставшая традиционной для цветоводов клуба «Флора». В городе цветов и ангелов встречали съемочную группу и экскурсовод Зинаида Романович, и вот такой библиотечный ангел. Говорят, он появляется в те странные моменты, когда поиск информации затруднен. С его помощью она находится мгновенно. «Причем, обратите внимание, сколько рук у него. Да, можно было бы даже и больше рук изобразить. Ведь мой ангел, я себе просто представляю, а это библиотечный ангел, это символ дружника библиотеки, покровителя библиотеки, который всеми шестью своими ручками, тридцатью пальчиками уцепился за книгу. Библиотека – это их основное занятие». Экскурсия по городу ангелов началась с вальса цветов, рукотворных, вышитых Валентиной Полищук, Людмилой Пескуновой, Валентиной Жартун, Людмилой Лобановой. Хозяйки этих полотен – члены клуба цветоводов «Флора». Цветочное разноцветие благословляли небесные ангелы-обереги, связанные Галиной Долгиной. Домашние ангелы Вавиловых, Екатерины и Александра. Коллекция Анны Колупаевой. Интерьерные куклы-ангелы Людмилы Зубковой, преподавателя Центра детского творчества. «Это соленое тесто и акрилом покрывается. И просто как бы лепится вручную, поэтому у каждого мордашка разный взгляд, разное настроение». Не только эти очаровательные ангелы, а и бисерные фантазии Галины Новик, неподвластные времени вязанные льняные скатерти Валентины Нос, украсили ангельское помещение, в котором цветы души были везде – на стенах, потолках, столах. Живое фиалковое море представили коллекционеры на выставке. Болеро, опера с Ромео, волнение небес, секретная фантазия, Наполеон, зимняя сказка, симполе эфемера, точное попадание – невозможно перечислить сорта фиалок, которыми восхищались посетители. «Моя первая фиалочка, вот эта, я ее очень люблю. Она ко мне попала лет 15 назад. Но серьезно увлекаться фиалками я начала года три назад только. Хоть почему-то мне они нравятся, они приносят какое-то умиротворение». «Не знаю, что-то тянет меня к этому. А что, не знаю, что-то свыше». «Я думаю, что от этого люди станут добрее, увлеченнее, есть возможность проявить свое творчество. В выставке, в фиалках, я не знаю. Ангелы – это вообще прекрасно». Стать добрее, отзывчивее, вспомнить, что красота спасет мир – это действительно точное попадание. Суть идеи организаторов выставки – клуба цветоводов «Флоры», смысл которой – оставить фиалковый ангельский след в душе каждого человека. «Все благие начинания – это хорошо. Нам быть верой в что-то хорошее, доброе». «А ты был на выставке, понравилось?» «Да». «А что ты получил?» «Ангела, он мне будет охранять». «Это вообще прелесть на сам цветочный город. Но когда такие выставки, люди приобретают новые какие-то растения. Выставочка очень. Ангелочки мне вообще понравились». «Что может быть прекраснее в этой жизни? Цветы нас радуют, ангелы нас охраняют, помогают нам жить, радоваться жизни и несут свет и тепло в наши дома, в наши души». Так оценивали работу организаторов выставки и посетителей, оставляя записи в гостевой книге. Последним аккордом благого дела стала передача средств, собранных в дни работы выставки цветоводов, на строительство православного собора, благочинному церквей Солигорского округа отцу Николаю. «С честью передаю вам эти пожертвования». «Спасибо большое, Людмила Анатольевна. Спасибо Господь за ваши труды, за ваши пожелания. Ну и, конечно же, будем вместе просвещать души». Вот так малые цветочные ручейки рождают реки надежды с верой в добро и согласие, милосердие и любовь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.